Но более активно, в 60 лет. И когда умер дедушка, она за ним начала уходить. Я сказала, что не-не-не, у нас выставка в Кирпхирской лагерь. У нас фильм, у нас съемки. И моя бабушка потихонечку начала делать, если до этого одну картину в год, то после этого на каждый месяц мне по одной картине. И мы так насобирали коллекцию 65 картин. Также я сняла такой фильм. У меня у нас была такая прекрасная организация GCI, Junior Chirp International. Мы о ней тоже расскажем. Был такой проект «Осень». И по этому проекту мы вдохновляли людей пенсионного возраста рисовать. И мы сняли документальное кино «Попутчики». И делали... Я буду громко говорить. Я буду громко говорить, потому что ближе к гипотизме. И по этому проекту мы организовали выставку в Эстонии, в Таллине. И сняли документальный фильм «Попутчики». Также сделали выставку в Кирпхирской лавре. Астонских художников и наших художников. Дальше потихонечку ко мне начали присоединяться интересные художники. И просить организовать выставку. И так у нас переросло. Мы сделали выставку на Мальте, на GCI. Мы сделали выставку в Швейцарии. Мы сделали выставку в Каталонии. И потихонечку мы начали делать такой проект «Планета Земля Едина», «Украина Куба», «Украина Грузия». И сейчас мы будем готовить проект «Планета Земля Едина», «Украина Израиль». Но когда ты постоянно в живом искусстве, очень хочется этим всем делиться. И когда Олежка и я, мы сходили к нашей Леоноре Янкове в галерею Лера Витвинова, у нас возникла идея, почему бы нам такое вместе с ними сделать. Поэтому эта галерея будет постоянно действующая. Мы будем постоянно вас информировать о том, что здесь происходит. Каждый месяц мы будем менять экспозиции. И мы хотим дать возможность любому человеку искусства, независимо от того, как профессиональный художник, это человек-любитель, здесь себя показать. И будем рассказывать, что здесь происходит. И для начала я хотела бы пригласить моего арт-куратора, человека, благодаря которому многие вещи у меня получаются очень хорошо. Слава Займак-арт, я тебя прошу, ты расскажи, пожалуйста, о себе, и о творчестве, и что ты делаешь. Обратите внимание, какая у меня одежда. Это все вы дизайнерский стиль. Это все вообще работа. Это как меня так вызвало, я как бы не готовился, да. Что я, мы с Аленой, как бы, познакомились не так давно. В общем-то, как раз Алена позвонила как-то мне, и увидела мои картины, и понравились, и заехала ко мне на выставку. И как раз как-то так получилось, что в Верховной Раде был проект, вот это за меня едино, Украина Куба. И как раз там что-то где-то там сорвалось. Она говорит, Слава, твое видение супер, позитивное, красивое, креативное. Нам надо делать весь путь от куратора. Я говорю, хорошо, тем более, что у меня образование от куратора. Я сам главный художник музея истории Киева был, сейчас и главный художник театра Судирия в данный момент. И я говорю, почему бы нет. И мы так соревно завязались. И с международным кинофестивалем, потом еще один проект. Планета Земля Едина, Украина, Грузия. Сейчас мы опять уже готовим Планета Земля Едина, Украина, Исграя. Будет красивый, замечательный проект. Я, в принципе, я сам придумаю все свои техники. Я ни у кого ничего не делаю. Все, что я делаю, даже вот этот дизайн одежды, все мои картины, это вы даже в мире нигде не увидите. Я сам это все придумал. Это техника. Я плету такие клеевые, как паучок. Я учился, у меня был такой период, я уединялся от людей. Как-то я был очень долго в бизнесе. И пришло такое понимание, что я изначально был музыкант в жизни. И потом я работал в семейном бизнесе очень долго. И потом меня творчество обратно забрало. Я не смог как-то дальше продолжать. И я опять пошел работать, начал искать себя, уединился на полтора года от людей вообще. И стал художником. И через три года я уже был как самоучка, был главным художником в музее истории Киева. И я сейчас работаю в этой стезе художественной. Создаю что-то креативное, всегда новое. Только сам, только что-то интересное. То есть я все сам вырабатываю. На самом деле с Аленой я очень рад, что мы в какой-то определенный момент мы познакомились. И я думаю, что все наши проекты, которые были и которые будут, все будут очень красивые, позитивные. Потому что мы как раз сошлись на видение мира, очень креативного, позитивного. Благодарим. Да. Спасибо. У нас очень много гостей. И сейчас я хочу пригласить Марина. Ваше слово. Ваша группа поддержки. Все хотят это. Меня порвила совершенно образом эта картина, которую создала Марина. Синих, где-то это вид. Но она, наверное, более сама расскажет о своих работах. Я, честно говоря, не очень хочу поговорить о работах, потому что, как сказал один наш общий с Мариночкой, художник, коллега, все, что художник хотел бы сказать, все в его работах. В принципе, для меня искусство давно уже стало полсоходным, хотя я профессиональный художник, а я занимаюсь другими вещами в жизни. Мне очень приятно, что где-то можно что-то повесить и показать. Спасибо. А где Ваши картины? Давид, а также мы видим двух красивых женщин. К сожалению, Юля Иванова сейчас болеет. Она не смогла прийти. Мы можем увидеть ее картину «Прекрасный сирень». Ее красивая Карпата, ее красивое поле. Ну, вот в этом углу. Также у нас есть представлены харьковские художники. Это Наталья Насыбулина, с которой у нас был очень тоже длительный, классный фортический союз. У нас был когда-то театр бодифашн-арт. В Харькове мы делали очень интересные всякие представления в боди-арте вместе с рекламой. Так что, если что-то нужно вообще с полу сумасшедшего, то Наталья просто супер. Это ее картина «Лампочки». Там она называется очень круто, но я не помню, как. И ее картина «Молытва». Это мы видим красивое украинское поле. Женщины, которые молятся, и там очень много интересного символизма. Внизу картина «Моей бабушки». Там маленькие подсобнухи. В углу, в самом углу у нас выставка называется «Экономика знаний». И у нас есть такое принятие, как свобода, свобода сексуального выражения. Вот эта картина, наверное, представляет. Это Махайу Яренки, западная Украина, место Санды, где я родилась. Оттуда художник, второй художник, с которым я много делала. Всяких разных интересных. И, конечно, Вита Кравчукна к нам залетала, забежала, убежала. Это ее творческие работы, мы любим идеи. Мы в ее работе большие синие подарки. Поэтому у вас есть возможность насладиться искусством. И для того, чтобы раскрыть все-таки нашу концепцию нашего сегодняшнего мероприятия, мы назвали это «Экономика знаний». Потому что суть, ядро всего, что сейчас происходит, у нас была плановая экономика, сейчас у нас новая технология экономика знаний. То есть ядро всего всегда мысль. И вот этими мыслями, когда ты делишься, если каждый человек будет делиться с теми своими знаниями, которые у него есть, мы вместе создаем интересное новое общество. И полная последняя тенденция также «Силиконовая долина» и всех новых технологий в том, что нужно делать самодостаточные проекты, и бизнес должен вести делиться знаниями, помогая друг другу расти и быть самодостаточными. Поэтому я хочу с вами тоже поделиться знаниями. Меня зовут Алена Иринчук. Моей компании «13 лет», юридический консалтинговая группа «Иринчук и партнеры». Ямпотент не поверены, а также «Сенатор» «Терсиай». «Терсиай» это у нас «Джуниор Кембернер Денешнл» и живет «Арстанзи» на этот предприниматель и предпределент, который придет и сама тоже расскажет, что это и как это, и о чем. Ну что, начнем с презентации. Я хочу поделиться, все говорят о том, что вот последняя фишка, что же такое персональный бренд, и зачем он нужен, и нужен ли он, и у нас люди все-таки воспринимают что-то западное. Но есть очень много разной информации. Это вкратце, о чем мы сегодня поговорим. Я буду быстро, скользко говорить. Если у кого-то будут какие-то возникают желания, вы сразу давайте вопросы, мы будем отвечать. Да? Пойдем все. Персональный бренд. То есть это последняя фишка, которая происходит у нас. Все говорят о персональном бренде. Мы понимаем, откуда появился персональный бренд. Изначально товарный знак переводится, переворачивая, как клеймо. То есть клеймили лошадей. Почему? Потому что были разные люди, которые делали... Кто-то делал посуду, кто-то делал какие-то другие продукты. И не было большого количества. Все знали, что это этого. Но кто-то делал более качественные. И они начали клеймовать. В 19-м веке, в 17-м веке это начало быть серийно. И поэтому для того, чтобы отличить качественные продукты, мы начали делать товарные знаки, проекты, брендированные. Дальше все это начало вырастать. и изменяться. И последняя фишка начала происходить в том, что люди начали говорить о персональных брендах. Для чего нужен бренд? Для чего в принципе нужен бренд? То есть сильный личный бренд это точка опоры в мире быстрых перемен. Когда у вас есть понимание, что вы, какой вы бренд, это вас стержит. Установление баланса между внутренним и внешним миром. То есть мы говорим уже не о продуктах, а мы говорим уже о личности, внутри которой есть какая-то миссия и дальше она делает на уровне этой миссии качественные продукты. Способствует структурированию своей деятельности. Помогает осознавать, развивать и использовать свою уникальность. Представляет выделяться на фоне эволюционного шума. у нас очень много разных продуктов и почему-то берут именно продукты именно у этого человека, именно у этого персонального бренда. Бренд, торговая марка, товарные знаки. в принципе, здесь люди все умные, взрослые, мы понимаем, что у нас есть товар, мы понимаем, что у нас есть товарный знак, зарегистрированный товарный знак, мы понимаем, что у нас есть бренд, есть стиль. Идем дальше. Даже если вы менеджер, вы должны становиться персональным брендом. Хотим мы, не хотим мы все персональные бренды. Только мы это делаем осознанно, либо неосознанно. Я говорю о том, что нужно делать это осознанно и понимать, куда и как вы развиваетесь. Дальше. Персональный бренд. Ваш личный образ, имидж, репутация. То, что выделяет вас. То есть без вариантов. Либо вы становитесь персональным брендом, либо вы просто уходите из бизнеса. Это очень важно. Я бы хотела показать вот эту таблицу. Вот эта таблица, в ней, наверное, как бы суть, зерно всей этой презентации. Потому что не каждый человек это анализировал, а каждый смотрел на это именно так. Но, к сожалению, я плохо вижу. Мне нужны очки. Если можно, я возьму. Простите, что так получилось. Да. Мы сравниваем персональный бренд, продажу, да, подачу информации и фантазийный бренд. То есть бренд, который мы придумали, фантазийное обычное слово. Цитируемость в СМИ. Низкая. Журналисты не любят упоминать бренды бесплатно. Высокая. Журналисты не могут не упомянуть фамилию и имя. То есть мы понимаем, да? Вторая таблица это имя. Репутационные риски. Низкие. Всегда можно списать на ошибки исполнителей. Высокие. Попадание в СМИ в нежелательном ракурсе может убить все ложные инвестиции. Имиджи бренда. Гибкие. Можно задавать любое и привлекать любые предметы и персоны. Жестокие. Ограничение физическими параметрами конкретного человека. Конкуренция. Высокая. В каждой прибыльной рыночной нише есть несколько игроков. Низкая. Бюджет на создание бренда. Как правило, высокий из-за конкуренции. Небольшой в силу отсутствия конкуренции. Зависимость от материального источника. Нет. Поскольку нет источника, обещание живет в голове потребителя. Есть поскольку назад. Назад. Есть поскольку источник конкретной персоны и потребитель хочет именно ее. Когда мы говорим о персональном бренде. Идем дальше. Мы видим персональные бренды и люди, которые считают, зачем это нужно. Это самый важный маркетинг. Маркетинг самого себя. Дальше. Образ или эмоция. Знать, чего ждать, предсказуемость, воплощение общих ценностей, механизм приобретения кредитов и гарантия качества. Компоненты силы бренда. Значимость для целевой аудитории. Отличие. Постоянство. Интенсивность. Стратегия создания бренда. Аудит личных качеств. Выбор цикл аудитории. Работаем над имиджем. Статус эксперта. Репутация через следство массовой информации. Формула персонального бренда. Индивидуальность. Личные и персональные особенности. Мастерство. Умение, которое ценится на рынке. Коммуникативность. Умение строить контактную сеть. Правильно думать и говорить о себе. Технология продвижения персонального бренда. Пиар-материалы. Наличие консультантов. Консультантов. Публичные мероприятия. Как видите, мы делаем здесь публичные мероприятия, где я, как персональный бренд, вещаю, рассказываю. То есть я сразу на примерах показываю, как все это можно делать. Поводы, блоги, персональный сант. Внешние атрибуты костей и инди-плакистов. Вообще мне не дали одеть вечернее платье, потому что на самом деле одно из моих любимых тем, это длинное вечернее платье, это тоже в принципе моя фишка. Но очень важно, чтобы в персональном бренде были какие-то отличительные моменты, которые прослеживаются постоянно. Но очень жарко, и я в принципе согласилась с коллективным мнением. Индивидуальная – главная задача брендинга. То есть очень важно, чтобы вы выделялись на фоне тех людей, которые есть. А сформулировать и выразить? Ваш бренд. Основные функции бренд. О нем слышали, его поняли, его запомнили. Влияние на клиента. Распознавание, сообщение, ориентация, дифференциация, идентификация, предпочение, знание, преодительная лояльность. Влияние в процессе операционной деятельности. Конформация, энергия, коммуникация и продуктивность. Экономика на масштабе, целевая племя, обеспечение спроса, уменьшение риска и финансовые последствия. Уменьшение инвестиций, более высокие доходы, обменьшение затрат на опросы. Что я делаю? Я вам предлагаю такой продукт. Я могу проконсультировать вас по созданию вашего персонального бренда. То есть у меня есть такая акция 20 евро в неделю, потому что для того, чтобы человек вызрел и понял, что ему нужно, нужно какое-то определенное время. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова